Очень несвойственная мне тема о будущем. Я больше люблю историю, а всякие фильмы и темы о будущем обычно пропускаю. Но в погоне за необычным и свежим контентом, не таким как у всех, я решилась на съемку этого видео. Всем привет! С вами Юля, я дизайнер бренда Julia F. И сегодня мы с вами поговорим об одежде будущего. Для вас-то так же странно звучит, как и для меня. Ровно с того момента, как появился человек, он начал одеваться. И наравне с эволюцией человечества, эволюционировала и его одежда. Шкуры животных, бесформенное полотно в виде платьев, ряс. После одежда с более четкими формами, с корсетами. Затем упрощение общего вида изделий и отхождение от всего аристократичного. С момента появления застежки в виде молнии, одежда перешла на новый уровень. А это, кстати, модная технология. И на сегодня мы даже не можем представить себе, как раньше жили люди без молний застежки. Все эти технологии появляются очень медленно. И порой идея, родившаяся на свет, еще очень долго бродит по миру, чтобы найти свое признание. Какие-то самые молнии, если поинтересоваться историей ее происхождения. Для нас это уже не новые технологии. Термоткани, водоотталкивающие непродуваемые, бесшовные вещи, непромокаемые швы или молнии. Одежда будущего это не про то, что будет в тренде через много лет. Одежда будущего это как раз-таки набор всех этих модных технологий, без которых через какое-то время невозможно будет представить существование одежды в целом. Это какая-то новая норма, новый подход к созданию вещей, которые человек будущий наденет на себя ради моды, ради того, чтобы не замерзнуть. Или ради трансляции своего личного бренда через свой собственный стиль. Или даже тут будет какая-то новая суть, новая функция одежды, например, излечивать человека в нужный момент. Вероятно, пока вы смотрите это видео, на вас надета хотя бы одна вещь из хлопка. Мы считаем его экологичным и безвредным, но на самом деле его производство наносит колоссальный урон планете. На один килограмм сырья уходит более 10 тысяч литров воды. Отсюда исчезновение Аральского моря. На территории высоких равнин в США запасы водного пласта находятся на грани исчезновения, а в некоторых скважинах вода уже закончилась. И все это из-за хлопка. А как же вторичная переработка, спросите вы? Хлопковые волокна очень быстро изнашиваются, и уже через пару лет ваша футболка будет похожа на тряпочку. Перерабатывать эту истонченную ткань просто бессмысленно. Одежда из такого материала будет выглядеть убита еще до того, как вы начнете ее носить. Теоретически переработать хлопок можно, но обратите внимание, в магазинах сложно найти вещи 100% из хлопка. Там есть примеси. Такой материал вообще не годится для переработки. Бренду H&M, призывающему приносить старые вещи ему вместо выброса, удается переработать лишь 1% из вещей, которые приносят потребители. Но проблема не только в хлопке. Производство других видов тканей, как натуральных, так и синтетических, также опасно для земной экосистемы. Возможно решение проблемы производства тканей из альтернативных материалов. Это разработка одной компании из Копенгагена. Кожа получается путем смешения отходов яблока с натуральным каучуком и нанесения его на текстильную основу из органического хлопка и волокна Tencel, производимого из древесной массы. Производство такой кожи выделяет на 85% меньше углекислого газа, чем традиционная кожа, а также требует 1% количества воды. Инженеры компании Bolt Street синтезируют нити с помощью дрожжей и микроорганизмов, которые питаются сахаром и выделяют протеин. Результат этого процесса – микрошелк. В 2016 году бренд Patagonia создал из дрожжевого шелка капсульную коллекцию, а еще через 3 года дизайнер Стелла Маккаркни представила теннисное платье из этого материала в коллаборации с Adidas. Дрожжевой протеин похож на тот, что находится в паутине шелкопрядов. В дрожжи вводятся специальные гены. Разработка на уровне ДНК позволяет инженерам решать, какой плотности и мягкости будет ткань. Преимущество такого шелка в том, что он намного прочнее натурального. Его можно даже стирать в машинке. Bolt Freeds также создают веганскую кожу из корней грибов. Мицелий, вегетативное тело грибов может менять свое строение и быстро размножаться в подходящей среде. Таким образом компания выращивает материал за несколько дней. Из грибной кожи можно делать те же вещи и аксессуары, что и из натуральной. Пока что это самая экологичная и веганская версия шелка, обладающая теми же функциями, что и традиционный материал. Метод создания тоже традиционный. Лепестки роз разбивают на молекулы целлюлозы, а потом придут в тонкие нити. На ощупь такой материал напоминает холодное сливочное масло. Было бы круто, чтобы ткани создавались вообще из воздуха, буквально. Чтобы никто и ничто при этом не страдало. Возможно, вы удивитесь, но такие ткани уже существуют. Французская компания Fairbricks на Global Change Awards представила технологию переработки выбросов углекислого газа CO2 в полиэстер Airware. Мы создаем единственные углеродно-отрицательные волокна, говорится на сайте компании. Таким образом компания очищает воздух и создает одежду с пользой для планеты. Хорошая альтернатива для тех, кто не может отказаться от быстро меняющихся трендов. Так, хорошо, мы поняли. Человечество разрабатывает альтернативные ткани, из которых в будущем возможен массовый пошив. И пусть для нас сейчас очень странно звучит кожа из яблок, шелк из дрожжей, в принципе, на выходе получается визуально привычная нам ткань. И вполне реально представить человека из будущего в одежде из такой ткани. Сочная, спелая, наливная, яблоко, вот что я. Я спелая игрушка, яблоко, подружка. Перед вами, друзья, фруктовружная семья. А есть ли альтернатива в производстве одежды? О 3D-печати говорят уже много лет, но ее применение сводилось больше к разработке украшений, аксессуаров или деталей, элементов одежды. В 2016 году бостонская марка Ministry of Supply представила первый в мире трикотажный пиджак, полностью напечатанный без единого шва. Сложность печати одежды состоит в том, что ученым нужно разработать материалы, имитирующие текстиль или кожу, и способные выдавать нечто, не напоминающее костюмы из научно-фантастических фильмов. Инженеры расщепили волокна кокона тутового шелкопряда на белковые компоненты и смогли соединить их повторно так, что материал стал похожим на кожу. Создатели отмечают, что эту биоткань можно использовать в 3D-печати, задав необходимый рисунок и форму предмета, например, кошелька или клача. Осенью 2022 года на неделе моды в Париже бренд Коперни и производитель тканевых баллончиков Fabrican в прямом эфире они распыляли на белу ходить жидкое платье, которое моментально застыло и стало неотличимым от обычного. Такая технология известна с 2010 года, но массово в моде ранее ее никто не использовал. В спрей входят волокна тканей, которые смешиваются с безопасным для человека растворителем, что позволяет распылять их из баллончика. Уже на теле модели волокна связываются между собой, образуя ткань, а растворитель быстро испаряется. Фактуру можно варьировать, используя шерстяные, льняные или акриловые элементы. В будущем жидкие волокна можно использовать для быстрой починки одежды или, например, распылять повязки на раны. Я говорю о футболках Hockshot. Стоит обнять самого себя, встроенная в футболку сенсор зафиксирует длительность контакта, его силу, уровень сердцебиения и температуру вашего тела. Через блютуз футболка передаст эти данные на ваш мобильный телефон, откуда они отправятся к тому, кого вы обнимали. Его футболка воспроизведет их, сжав его точно так же, как вы. Представьте, стоят в разных концах планеты два человека, обнимают воздух и улыбаются. Изобретение очень перспективное. При небольшой модернизации можно будет удаленно сделать массаж, отругать провинившегося ребенка или еще что-то. В производстве такой вещи используется ветрозащитный, прочный и непромокаемый материал, который дает одежде отрицательный коэффициент паусона. Поэтому при растягивании материал не становится тоньше, а наоборот прочнее и толще. Теперь родители могут в течение трех лет не переживать о выборе правильного размера и гардероба для ребенка. Многие компании и стартапы всеми силами пытаются исправить осложнившуюся экологическую обстановку, для чего используют передовые технологии. Британская компания Волбек создала одежду, которая разлагается в почве всего три месяца. Вещи компаний производятся из графена, древесины и водорослей, которые как раз и будут так быстро разлагаться. Это позволяет модной индустрии не переживать о дальнейшей судьбе одежды. Ученые Марек Урбан и Бисфаджит Кош разработали эластичную ткань, которая самостоятельно восстанавливается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Материалы ученые создали синтетического полиуретана, окситана и органического хизотана, которые при воздействии ультрафиолета создают прочные связи друг с другом и позволяют ткани регенерироваться. К одежде во все времена будет предъявляться одно главное требование – она должна быть комфортной. Наши потомки никогда не наденут одежду из целлофановых пакетиков или наряд с каким-то необычным устойчивым воротником. Такие костюмы и через сто лет будут создавать кутюрье для самовыражения. Тренды менялись, меняются и будут меняться. Безусловно, будут создаваться новые альтернативные ткани, более теплые, более мягкие, антимикробные. Будут встраиваться в одежду какие-то различные гаджеты, но не те, которые разумнее покупать отдельно, типа плеер-телефон, а более утилитарные. Для обогрева, контроля вашего общего физического состояния, для введения инсулина диабетиком, например. Все это будет внедряться очень медленно, но обязательно будет. Идеальной одежды не бывает. 2000 лет назад простые люди носили хламиды из грубой колючей ткани, а на сегодняшний день от одежды столько же пользы, сколько во времена фараонов. Она все так же прикрывает все ненужное и не дает замерзнуть. Человеческая одежда не идеал функциональности. И можно сколько угодно увеличивать количество карманов, нашивать какие-то светоотражающие ленты. А можно вспомнить, что одежда — это вещь, которую человек носит гораздо чаще, чем, например, телефон или часы. Тогда почему эту одежду до сих пор не коснулись высокие технологии в большей мере? Это лишь вопрос времени. На этом я завершаю свое видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли вам сегодняшняя тема. Я вам желаю прекрасного настроения и пока-пока!